Историческая игра путешествия поколения НЭКС, ставшая традиционной для школьников Владивостока, прошла в 12-й раз. Организаторами мероприятия выступили Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и Городской дворец детского творчества. Городская историческая игра путешествия поколения НЭКС проходит по историческим и памятным местам города Владивостока. В стиле квеста придумана игра. В этом году 11 заданий. Маршрут у нас от Океанского проспекта, от Покровского парка до Лозо. Забегаем на корабельную набережную, сквер с Ханова и на Убаревича. В этом круге будут все вопросы про историю города Владивостока. Участвуют 9-й и 11-й класс старшеклассники. Игра для того, чтобы еще больше полюбить город Владивосток и узнать то, что ты не знаешь о Владивостоке. Игра состояла из двух этапов – заочный и очный. В первом этапе команды должны были предоставить конкурсные работы по одной из трех номинаций – видеоролик, песня о Владивостоке или интервью со значимым жителем города. Во втором же этапе ребят ждало интересное путешествие по историческому центру Приморской столицы. Ну, участвую, чтобы в школу не пойти. Было что вспомнить. Интересного. Ну вот мы видео снимали, очень интересно было. Мы там клип сняли на песню «2020». Я участвую тут, потому что мне стало интересно попробовать сделать все это со своей командой, повеселиться от души и узнать новое о городе. Программа была очень насыщенная. Участники прошли маршрут по центру Владивостока, где должны были показать свои знания об истории города и слаженную командную работу. Я выступаю от команды школы номер 58 «Аскольд». Почему я? Потому что я уже участвую второй год, мне очень нравится. Узнаю историю города. Очень интересно, подчеркну для себя новых людей. Спасибо, что есть такие соревнования. Вообще эмоции сугубо положительные, то есть все очень хорошо организовано, эмоции вообще зашкаливают, все очень классно. Вообще на самом деле каждое задание, оно по-своему как-то уникальное и по-своему интересное. То есть все в принципе запомнилось и впечатляет. Маршрут состоял из пяти пунктов, где команды поджидали судьи с заданиями, за правильное выполнение которых ребята получали баллы. Участники показали смекалку и смогли проявить себя. Игра носила и соревновательный характер между командами от разных школ Владивостока. Результаты озвучили в тот же день. Ребята испытали бурю положительных эмоций и узнали для себя много нового. Екатерина Зверева, Максим Бирюков, Игорь Будник, Константин Даниленко. Новости на Восьмом.